Так, мы на драфтах. На драфтах. Бесткост за Радиан, Балрок за Дайер, Бестмастер на ФП, как есть Doom в ответочку, и Дезраптор на Закрывающий. Интересно, Т-часа выпускают из банов, ну и Балрокс пользуется моментом, забирают его себе. Халява? Ну, халява, конечно, да. Но халява против какой команды, да? То есть, все-таки Бесткост подзарядились сейчас и готовы, знаешь, как это, все-таки выходить на мейджор. Изначально показалось, когда они проиграли Мэтт Кингс, который тоже выходцы из второго дивизиона, да, показалось, что они сейчас посыпятся, но нет. И очень уверенно закрыли Тандер Уэйкин, против которых, возможно, их и ожидает очное противостояние за выход на мейджор, тот самый. И скажу так, какие бы тут герои не были, очень-очень сложно Балрокс придумать что-то и уверить вообще себя все-таки в том, что они могут осилить эту команду. Но, чем черт не шутит, правильно, все-таки Мэтт Кингс выиграли 2-0, а Балрокс так-то с Мэтт Кингс сыграли, по-моему, 1-2. Мы с тобой и комментировали, по-моему. Да, было дело, было дело. Да, очень давно, ну вот, и, кстати, ну, и помню, запомнил я Аллатроний, последний матч. Балроки? Балроки не играли еще с Мэтт Кингсом, они только будут играть. Нет, идея, ты не понял, ты не понял. А, еще тогда. В том дивизионе, когда они играли на том матче, я запомнил, вот, я помню, как Балрокс чуть ли не вынесли их два раза, вот, но Мэтт Кингс на опыте, я помню, вытащили одну катку с 20 тысяч про отставания, вот, мы тогда еще раз когда отметили, что Мэтт Кингс, вау, ой-ой-ой, вот, на эти Мэтт Кингс, вау, ой-ой-ой, так-то осилили без коз 2-0. В их основном составе, даже не со Стэндином, а так-то с К1-ом, вот, и это было удивление для всех. И что-то сказать, и вот сейчас я вот смотрел матч Балрокс против Инфинити, по-моему, вот, и скажу так, ребята взбодрились, Аллатроний показал хороший перформанс Смида, две карты, я не могу сказать, что эта игра должна пройти вообще в одну калитку без шансов, особенно учитывая тот факт, каких героев набрали Балрокс, все-таки Текис и Дум это мета, хороший персонаж, против Бестмастера, уже если вдруг Бестмастер хотел на секундочку подумать о шлеме из прошлого патча, уже не хочется, потому что Дум его съест, и маленький, и большой шлем, вот, ну и крипа имеется в виду, шлем-то он не съест, слава богу, пока что еще функцию Дума не встроили, чтобы он шлема ел, вот, и... Ну и сейчас на пятнадцатый, надо открыть героя, который будет хорошо стоять линию, видел я Текиса от Демона пока что, вроде бы Шака не играл, но можно посмотреть, рассмотреть, так сказать, этот момент, сейчас вот забанился Рубик, и может быть еще какой-то суппорт, типа Сайл, не, ну Сайлентера нет смысла банить, надо задуматься над четверками, которые будут выносить твою пятерку, которую ты собираешься пикнуть, от этого и отталкиваться. Ну смотри, маморфинга, мат, это, у нас разорческий какой-то, Клинкс, ууу, а саппорт или, ну флекс, флекс, флекс оставили себе, это круто, я думаю, учитывая, что он не классно, такое ну да это может быть и четверка на просто против бестмастера clings я слышал да то есть и видел неплохо да ты все-таки кабанчика вызвать не дает заставляет играть только через топоры а clings за счет стиков если играть против топориста бестмастера стоит линию хорошо в любом случае понятное дело что 1 надо перетерпеть на первом у него мало чего есть и вот вверх у нас появляется ну и дополнить мне очень нравится и какой-то может оранж керри и типа дизрактор в сложно может быть может быть но как-то кажется что клок и бест это вообще линия неприятная да кажется что против кинза на первом левле там есть что делать а потом а против текиса что делать если торт пойдет а кликс 4 не не нравится слабили лично конечно если только не дизрактор конечно же 4 но дизрактор может посоперничать это уж точно плюс бестмастер еще это такое это это такой оффлейнер который может подключаться к любому размину суппорта потому что топоры кидаются извинить из большого расстояния и поэтому верим в то что бесткост ну правильный выбор сделать может быть а я думал что фликсанут сэфа но и сэф в бане сами забанили причем асэфа медузка какая-то все-таки решили от на 23 оставить расшифровать нам так сказать героев ну а если они сейчас получат контру на мид на восемнадцатый ну там вот манки кинга на на кинг баня хускар прямая контра хускар некрофос там не знаю эмбер тимбер кстати в металла троне я просто не не помню я помню что мы видели одну игру от латронии но не помню какую из из того что не запомнилась кажется что не профессор скажем так если не запомнилась вот так бы мы точно вычислили я не помню давала троне на на тумбочке не было такого но он и играл то пока что немного забыл рогов у него два две игры на сэфе стопроцентный винрейт и один матч на пугневич и да я все эти игры смотрел до носовчике показал хороший перформанс было приятно смотреть ну и посмотрим остается керри судя по всему для белорокс и керри для бесткост в эрку банят хороший банк не намажет линкс потенциально будет собака ри но вот клинкс керри мне не так нравится как саппорт дать и клинкс в мид неплохо ходит вот я смотрел как клинкс выигрывает эмбера если вырубить деревья она это он задарной да ладно за радиант если вырубить деревья можно подходить из хайграунда короче кушать крипа ставить вард короче на клип и ешь крипа становишься на линию и так или иначе чтобы против тебя мидер вражеский не делал ты все равно будешь аутфармить и всегда не проседать по ресурсам ну кроме кайфовая тема да учитывая сейчас какой ринджи кастуется этот диспакт там огромный просто каст там абузеры я его есть у меня просто знакомый абузер вот который сразу же этот линкс начал обузить а я все никак не решаюсь хотя на клин где я и вышел в принципе на простой но с помощью клинкса можно так сказать свое время 10 матчей просто на четверки книги поиграл и прочувствовал прочувствовал героя кайфово кайфово на нем играть но что о моем-то рейтинге рассуждать и там явно не тот уровень то что здесь показывают ребята так что они придумывают как воспользоваться этим героем на губок они ли смотри да нога курса и еще один банк за балрогами но герой которые против дома хорошо стоят на дистанции могут что-то ему противопоставить потому что нова турса допустим хороший герой да то есть это герой который вроде бы на начале ничего не делает и против текиса и против кинза ему вообще неприятно стоять но зато на дистанции дум не может спокойно нажать дум там любая урса за реактивно замах скажем так платика тоже очень крутой выбор но вот это уже прям доминирующий лейнер плюс против тимбера рапча хорошо и медуза все таки про которую я говорил на 17 а м а м и а м но тут недолго думаю ну тебя тоже да ты бы хороший бестмастера я уже про лайнер плюс ворует пассивку плюс она убивает на линии плюс под все таки шака на текисе будет исполнять у нас текис плюс terror blade на втором левле это стан 2 замедления плюс стычки плюс заставить бестмастера не качать аура вообще хотя ну знаем что сократ умеет на бестмастере играть дату это понятно но мне нравится мне нравится наш наверное даже т.б. поинтересней потому что все таки а ему могло быть на секундочку сложновато а может рано может быть вкусная на самом деле получается но это да да в принципе это ну слушай на то за счет тоже надо быть любителем надо уметь играть именно против медузы надо минимум 34 кавишки сыграть против медузы на имя чтобы понимать как это работает что но а им действительно очень хорошо работает очень хорошо и я думаю что все это прекрасно знают а еще и ослабление подверглись медуза там в прошлом мини патче и поэтому там вообще это мы проверяли на первом левле если вдруг а м да еще и поменяется линиями было было у нас такое что им свапнулся с оффлайнерами пошел на керри против медузы и если на длинной дистанции вы ломить давай давай твой предикт давай твой предикт ну кто сейчас без кост без кост без кост ногу на драф нравится у ребят из болрогов окей окей сейчас посмотрим что думают наши партнеры буду бум и так и они коэффициенты дают посмотрим не так 108 нам очевидно на без коуст семь с половиной на ball rocks да но это все-таки без коуст друзья вы регистрируйтесь на бэт бум по баннеру в описании и получите бонус на сто процентов на первый депозит по промокоду dpc3 но неудивительно в прошлый раз но в прошлый раз на маткингс против без кост был такой же коэффициент если честно и что-то произошло кто-то поднял 7 хат ну поздравляем тех поздравляем надо быть отчаянным прям специалистом скажем так чтобы ну как бы против без кост вообще как-то заряжать хотя знаешь они настолько нестабильно выступали я думаю что сейчас они должны показать игру получше кажется что они сбалансирует возможно по морали опнулись возможно были какие-то конфликты в команде потому что играли они откровенно говоря вот в прошлом составе с киеваном но пока был киеван от рамки стабильно для профессионалов для профессионалов примерно что мы же от них ждем профессиональной игры то есть вот эта команда уровня мейджора да 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 и ждем мы от них ребята но просто вот-вот это играем и такие да без кост надеюсь что сегодня мы сможем нас кофе на нападение но хорошо он отзонился с исходами и в результате без фирт блада а три баунти руны забирают лист коуст ну так запущим с кофе с помощью когов получается отступил ну суши звучит неплохо так и сразу же демон на опережение ставит сантриак и анну а в ногу он сразу кем ну вообще сильно сильно звучит это очень хорошо но единственное что он поставил такой сантриак который имеет два пустых места но это можно было бы пропустить этот момент но видишь повезло все таки скажем так потому что это 50 на 50 можно и туда страна вас поставить что проверим на эту линию все таки на актуальность когами закрывают у нас клинк за начинают он очень слабый на первом левеле и возможно даже перед благ будет для скофилда вот так игры клинкс на первом левеле прям вообще не должен подставляться у тебя очень мало здоровья ну 600 кп при этом он куча статов купил да то есть но суммарно 5 силы у него все равно 600 здоровья этого маловато кажется что он просто обошел своего дома и пачку вместо того чтобы подойти в пачку да он и он знал что нет но нет батареек но коль это есть ну зайди в пачку пусть 4 крипа задавают тебя по калкерку поработают даже если умрешь то там размин будет очень вкусный а в итоге паркер стоит чилик клок чилит к пул сделал не знаю просто идеальное начало от бескостную в боте ну или плохое от белорекса тоже как рассудить ну да тут уже каждый найдет для себя на центре ла троне против dark мага 80 dark мага ла троне очень хорошо идет 12 на 3 креп статы 13 крипа также забирают на этом для зимбера ну тимбер это ноут пик это похоже на рангинга чем-то вот просто тут вопрос такой что до 6 лавла ты кинты эмбера не убьешь но вопрос кто когда получит 6 если тимбер обзинает хоть чуть-чуть и получит 6 раньше на секунду там или запушить последнюю пачку то скажу так у эмбера могут быть огромные трудности там одна пила в 300 хп просто залетели какие щиты ничего не поможет это верно напрягает до напрягает но еще за счет того что есть вот он может постоянно восстанавливаться ману не жалеет и у dark мага действительно ну вот чистый дэмэдж с одной стороны до тимбер не может сбить flame guard но с другой стороны он дамажа чистым и у него реген хороший за счет пассивки он постоянно и и настакивает на крипах и это очень очень круто друзьям а я вам напоминаю что в крутом магазине одежды ну в store вы можете получить скидку 20 процентов по промокоду дота 2 забегайте к ним магазин москве или переходите по ссылке под баннером и сразу же не согласен с тем что dark мага выбирает следующим этом вот он привез себе блэйдстоун вот кого он собирается этим блэйдстоуна напрягать но не же ну почему нельзя просто взять стики и заряжать наконец-то уже стики за счет релиндеса да то есть а потом уже купить себе вещь который ты пойдешь убивать все равно других героев ты же не надолго и нападение на стингера он уже глимсанол дсмс но скорее всего погибнет замедление серьезная однако еще . залетает да есть фраг для шаки 11 балороги сравняли счет да я согласен насчет блэйдстоуна ну против тимбера но это не работает просто не работает ну может быть все равно хочет собрать себе а вот стики теперь везет таки он через урана привезда будет против тимбера страной интересный выбор собирается видимо сражаться собирается но он вообще понимать что за него без мастера медуза и им нужно немножечко поставить по спасите круто что из последних игры я не видел ни разу чтобы без кост друг подруга подстраивались мне казалось что они все играют на кач ну понял короче к нам кто кого затащит вот а тут как раз таки dark мага понимает что ему во первых и по и матча по него в два раза слабее и кстати кто заберет руну так латроне бежит ну же да все таки dark мага настолько на тонко на очень тонкого там если бы еще сейчас тимбер забрал эту руну это было бы ультра критическая вот но от ранее зря грел на ранжа пушит еще об это не ошибка ли они все-таки золотого крипа бизнес-крип не успеет успеет он здесь вообще с легкостью успевает гибает клок на вражеской двойки но он поставил вард заблочил кем но скорее всего ради бога демон дает нейтральных крипов умер так что я думаю не сильно настроил трав ну вот это уже другой разговор пусть да и во первых это вообще-то это без хвост на троте в элорекс я хотел рассказать о том что о том что мы на пятой минуте не видели у дума с тем стартом с тускаром кольца на 5 а тут уже вангвард на 5 ну вот осталось чуть нападение на медузу нормально нормально прогревают здесь демон кстати без деспакта играет и паркеры зажимают прям под башни но уже далековато далековато так и погибается на топе и 7 тоже мало здоровья у него нужно быть поосторожней стингер они пойдут давить они пойдут давить и 7 си до конца но погибает и сократ дабл килл оформляет вау а это вся проблема в том что они все ресурсы и мету и все способности отдали чтобы убить стингера на топе стингер просто нереально спейсит я не знаю ну просто чувствует себя прекрасно они если что еще свапнули скопил так то должен стоять в топе обычно да а стингер стоять в боте скажем так вот но они свапнулись так что дизраптор все ресурсы отдает ну вот как пятерка играет и играть как пятерка стал на линию ну как бы на четвертую позицию но играть как пятерка и все ресурсы отдал чтобы помочь своему тиммейту и вот за счет вот этих убийств купил себе еще и ботиночек ну и прекрасно себя чувствует при кто оксакард главное не занят как же ты сделал вообще откуда вообще знал я не понял может быть знал что здесь он по мостику шел по таймингу по таймингу плюс-минус но вообще интересно так нам надо будет нападение здесь он должен погибать метам нажата стингер по идее не поможет но шагу разве что получится разменять будет глимс шагка не должен уходить до шага погибает но одессе им все может еще и стингера затыкать решил не рисковать nokia ответочка есть ответочка есть на тот приходит dark мага 6 уровень а чинов то нету чинов нету и вынуждено ходить но т.п. зафорсила кого это он на т.п. зафорсил я не понял линза демон клинка свой дали порт тут же забирает он кстати руну мудрости а вы друзья забирайте стопроцентный бонус при регистрации регистрируйтесь в приложении или на сайте бэдбум и получите крутой бонус при пополнении по промокоду adpc3 ну по поводу матча податы все таки тимбер и эмбер ну достаточно хорошо стоит для того чтобы но я имею ввиду что 500 золота все-таки проигрывать это не так много ли для эмбера вот потому что против пускара и некрофоса там и хуже в разы бывает эмбер кстати вернулся на топ смотри-ка у нас там нападение диссимси или наоборот но тут как подумать еще диссимси будет ли сайдала латроне прилетает хватит ли дэмэджи теперь подарок мага так мага просто т.п. делает dark мага уходит 150 хп на на стингера разменялись очевидно в плюс здесь из коуст дам еще и фраг для эмбера им очень приятно потому что все таки тимбер стянулся то есть если бы это дождался в миде было бы не очень а вот все таки он ушел и ищет забирает латроне сейчас еще более все крепко будет поддавливать все-таки центральном коридоре забирает еще поги погище кстати по двадцатке дает это такое знаешь и за скелетом двадцатку дают за когли двадцатку дают и так неплохо зарабатываешь в интернете сидишь напрягает демон кстати медузу не мне дает ей спокойно качаться хотя кажется что он компенсирует там золото так скофилд хочет его найти кидается ракетка демон а у демона то нечем убежать на и кло медлении максимум тут но тут уже не уйти ладно демона выигрывает время как будто бы да то есть можно так если рассматривать настолько все таки его демона это так вы дожди еще это кишаха прогибаем да на топе это прям пошли в без кост прознос ну это не сильная доминация учитывая что все таки у аркана хорошая игра кстати вот этот с медасом будет перчаточка есть сколфилл пытается догнать dark мага ну что ты подвяжешь нам конечно подвяжешь бабушка все-таки будет вязать ли демиджи тофа аркана ну где много демиджи петра то вот магический демидж уже не впитает скопил все-таки погибнет но главное забрали аркана летит сюда еще и шака шака за доджит ли а dark мага погиб я думал он седьмой леву нажмет да шака сразу седьмой леву оля ва какой же как как же какая же хорошая для него каточка главное сейчас очень многое зависит от пятерки заш бывает на пятерках такие водоносы скажем так а бывают от исполнители все равно хорошего уровня и вот если шаг атаков то будет круто быть посмотреть его исполнение как участвовал троне может и карту принципе под уничтожить пока что отвечать на этих ребят нечем было да слушай сейчас саппорты много делают на карте но и так всегда было но от саппортов сейчас многое зависит тут попытка еще раз dark мага убить сразу после того как он резнулся но на хостя будет тяжело это сделать сплопил закрывает у латроне но по шаге демиджа как будто не хватит нет хватит ладно на хосте то он дотыкает а вот слова троне ну просто забить на него ему демиджа явно не хватит да его убивать здесь вообще занятия такое не невыгодное и не царское это дело скажем так потому что нового троне 9 level super мощный подойди к нему вплотную почувствуешь всю боль троне играет агрессивно и правильно делать потому что это ему надо но если он сейчас здесь в этой игре учитывая что пока что потенциалом на диспелл я убит кост не вижу кстати они бегут с маке в ботик сейчас будет выход накрывать нужно срочно аркана на хотя того входе сначала закрыть на он же думу спеет дать но вот теперь накрывает окей приходит клинкс по демон демон наваливает по джим парку но дэмиджа не хватает не санули аркан аркана продолжает драться вот это дэмидж демон забивает результате на скотол до сократ пришел рорчик подсейвить стингера хочет демона просветили ну кстати сакры там можно единственная арканы сейчас будут но здесь уже шока миночки 1 2 3 шака а взрывает сократа но скотол справился с демоном но самому бы уйти теперь отсюда пила до него не достает есть кукшот если что здесь эмбер спириту с dark мага должен забирать шака нового троне нет здесь дерево нет за бревно вот это лежачие не зацепиться какой файт конечно ну да да еще 12 7 а видно что утро не пока что ну то есть эту игру может закерировать то есть чувствуется давление чувствуется агрессия а сколько у эмбера осталось до весла но до весла осталось немного может быть все таки тимбера найдут при ну как убивать во время устать и когда то есть просто кинуть весел и шансы появятся а патрика почему-то показывает только смерти балл рогов но люси и конечно без кос с этой драки все же кроме тоже струйся да то есть мне в дюб я просто было интересно как аркана развернулся дум дал это то есть настолько без кос не верили что он вообще хочет его давать да потому что он там точно погибал но виза того что латроне на 2 теперь чейнах до прискакал в год и за счет этого секс работала что вот дум был не зря нажат абсолютно точно абсолютно точно не зря потому что медузу забрали и замедляют это очень и очень важно а как дела у т.п. б. отстаёт от медузы но всего на четыре сотни стингер погибают в очередной раз статик потратил но демон а демон с дабл дэмэджем мы разревели ли его демона но забрать будет просто правда фраг скотинга достается ночь страшного не страшно а в этой игре над ворс на скотинги очень позитивно я бы если что на его месте в первую очередь бы здесь но так смотрел бы в будущее скажем так и если вдруг все-таки тибер порешают купить в этой игре аганим что очень хороший слот в принципе против всех то и всех героев слева то надо бы конечно какой-нибудь и ульчик да что-нибудь иметь хотя после юльчика взрывается герои это понятно все равно но вот с этим счетом надо по-любому что-то делать потому что если у него будет аганим ранний будут большие вопросы понятное дело что он собирается лотус купить потому что и против него купил весел эмбер но после лотуса все равно скорее всего появится аганим но кстати возможно именно этим веселом он откладывает появление аганима это классное решение это классное решение безусловно демоны восьмой уровень почти из solar solar осталось 300 голды ватры не буду дефать очевидно центр а вот и дума таркана подарок мага но отличный отличный кодец кофе да конечно его троне еще сбивают ну и дум в пустоту в результате то есть вот дум дум который вот знаешь вот врывается там что там ну и редко дум нажимает а тут так он снасти погони за стингером я думала троне справиться отлично он не пожалел не пожалел статик шторма может англиев на холдауне но тут скотт работает скотт подцепили лолатроне но тот вырывается и сколько тут два саппорта и саппорта непростые довольно сильный но раур брала троне суперский фраг аркана ну аркану то что стан кстати сорвал кентавра его тут же блин сует будет ли станчик раскастован хорошо подвоим но не выпускает его magic field и в результате даблкил сократ как же грифс и туда много дают очень загадает сократник не прогадал не прогадал сайтам билдом это очень сильно порешало теперь знаешь каждый суппорт теперь очень много импакта вносит потому что и этих суппортов каждый раз сейвит сократ и они все делят экспу и золото пополам вот и поэтому сейчас от суппортов тоже очень многое зависит сейчас у нас два повеса но от ребята будут защищаться я не знаю от кого ты быстрый зон получается но вопрос как защищаться от тимбера то есть да сейчас вы тимбера зафокусе ли сейчас кстати очень повезло потому что перед рором тимбер чейн сбил сбила батарея на путь шот от склада но здесь шаг конечно погибнет у него и ресурсов то толком нет качалом конечно этот реактив тейзер не поможет ли это вот это уже очень вкусный фраг но тут латроне конечно до конца будет бороться за своего кэри однако нет сандра и это смерть для 10 мс и латроне получил весом и возможно даже захочет уйти отсюда потолком больно дорожка бумага источнили но как же замедляют его очередной статик шторм очередной глимс латроне потратил чейн и что теперь делать латроне просто отправляться в таверну и демона просканили она чинами промахивается dark мага поэтому демон скорее всего уйдет и не сказать души не дам дака не сказать что был роги сильно ошибаются я скажу так вот эти без кост это ну вот эта команда вот сейчас эта команда играют вместе друг под друга жмут скиллы да может сейчас dark мага подставится видит но в этот раз за доджил в этот раз за доджил дэмиджа конечно много залетает но он демона еще и заберет шака а тоже ресурсов не остается фукшот мимо от скофилда это хорошо позволит возможно уйти тут еще диссисе нажимает мету стингера должны забирать они от глимс они от глимс но иллюзия больно будет делать и аркана к тому же здесь идет под руной арки а сакры трор грейсы и стиль не выживать стингер уходит а здесь паркер со стон гейзом также они рассказали играют на командном скиле играют как же хорошо байтят как же в пятером стакаются вот на это приятно смотреть и наконец-то я дошел до того что в этом сезоне в третьем туре так сказать я скажу что без хост играют как команда ура но у них действительно крутые действия просто понимаешь они показывают хорошую игру по супер после последнего вот вообще когда латроне пришел порядок наводить так сказать выглядит все намного намного лучше чем то что было то что мы видели до этого момента скажем так и и вот ну игра улучшилась и мы видели вот счет был 88 по моему а о честно 20 на 8 то есть ну видно что без сейчас переиграют но они обязаны переигрывать но это все-таки был rockz которые тоже так сказать заливали каточки было тяжело отнута и одна по уровню они проседали вот носить но и нос к чувству они плохо играть нет я не могу сказать аборраг сыграть на свой уровень даже чуть чуть лучше чем было но без каст играют на тоже лучше чем было и поэтому их не взять Да, надеюсь, смог выкат от Балрогов На девятнадцатой минуте Комититься под DCMC Но Бескос сюда даже не смотрит И внизу никого нет, хотя вот сейчас Паркер летит на свой Аванпост, но все ушли Отсюда ушли И все Вот и смог, никуда Ну, не получилось хорошо И нажать, и реализовать Смог, но все-таки играют Опять же, против хорошей команды И сейчас ребята стрейфятся к ним в ответ Нарисовал все-таки Паркер, куда надо идти Видно, что коммуницирует, видно, что зарисовывает Попел худшот в Аркана, закрывает его тут же в Коге Есть Кримсон, певает нажать перед Рором Есть Лотос, 13 фиков Нужно хоть что-то нажать, ничего не нажимает Понимает, что и так погибнет, Шарку еще Кримсонули Шарку не отпустят Минки ставят перед смертью Но это его не спасает Еще два прага для Beast Coast И с таким, конечно же, прессингом Уже тяжеловато верится в то, что Тирблайт может как-то это все вывернуть Потому что, ну, манта на 20-й, конечно, минуте Это... Это не манта на 15-й, скажем так Ну, еще бы Которые приходишь, там порядки наводишь Можешь подключиться в драку А тут, получается, ТБ даже включиться в нее толком не может И, кстати говоря, это опять билд DCMC через плюсики, судя по всему Потому что мета была не прокачена На 10-м левле у него было в 4 иллюзии В единичку рефлекшн и в двойку мета И больше ничего То есть, пока качается, типа мету качать не будет А когда нужно будет Сандер качнуть мету, качнешь или Сандер Вот это вопрос Это вопрос Ну, давайте посмотрим, какие коэффициенты Бэтбум предлагают на вторую карту Потому что на первую уже как будто все очевидно 1.17 на Бесткоус, 4.8 на Балрогов И, друзья, регистрируйтесь на Бэтбум по баннеру в описании И получите бонус 100% на первый депозит по промокоду DPC3 Минус Т3 А, там уже... Это во время ДПС3 Да, во время ДПС3 минус Т3 А чем останавливать, вот, непонятно Тимбером, типа Но получается, что иллюзии настолько... Вот, смотри, смотри, что творят иллюзии просто Да, они просто расстреливают Там демон пытается Скофилда хоть как-то пробить Но в один повис, второй повис Грифсы И все, и он фловый А что происходит с ребятами? Посмотри, хукшот от Скофилда Статик Шторм, Пол Аллатроник, которого генсанули Еще Коги отличные, шикарные Коги от Скофилда Он все еще живет Ух Но дэмэджа нет А дэмэджа нет Статов много шага уже пытаются на себя вымодить Ирор, DCMC погибает И GG сразу же пишут Балроги Beast Coast 21 минута, ну, практически Не, ну, это... Beast Coast, я уверен Торнадо Energy бахнули И все, и развалили вообще без шансов Без каких-либо шансов Подтверждаю, на них сейчас приятно смотреть И, ребят, ни в коем случае не подумайте, что Беларакс сыграли эту игру прям очень плохо Это неправда Это совсем неправда Ну, ребята выдали жесткий темп Ну, то есть, вот именно сама команда Beast Coast И я честно вам скажу Не надо киши Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!